10 человек задержанных на акции про строительство храма в Екатеринбурге, нам пишут. Да, ну, я так понимаю, что там такие уже классовые бои идут. В общем-то, та революция, которую мы затеяли, она продолжается сейчас. Продолжается в Екатеринбурге, продолжается в Архангельской области и так далее. То есть, вы скажете, что, может быть, это вещи разного порядка. С одной стороны храм где-то строят, с другой стороны помойку делают. Одно и то же. У власти находится класс негодяев. Борьба с классом негодяев, революция против класса негодяев. Это как раз то, чем мы занимаемся. Так и запишите. Класс негодяев. Вот это путинщина. Это и есть класс негодяев. То есть, какие главные признаки вообще у этой путинщины, да? Ну, это как бы совершенно мерзкое отношение к любой законности. То есть, пренебрежение законностью. Открытое пренебрежение законностью. Любой вообще законностью пренебрежения. Вот это вот как раз больше храмов богу храмов. Да. Я думаю, что Боженька уже давно все понял. Звук и эхо. Слушай, в Екатеринбурге столкновения вот эти, которые происходили тут. Вот сейчас мы обсуждали уже. В общем-то, они спровоцированы некой академией. Это академия единоборств русской медной компании. Вы думаете, академия единоборств. Академики. Медной компании. Пионер юный, голый, чугунный. А здесь медные лбы. Удивительно. То есть, пригнали вот этих тетушек, академиков с этой медной компанией. Которые распыляли газ там на защитников парка. И, в общем-то, вели себя совершенно непотребно. Я говорю, такое ощущение, что они не понимают, что жизнь-то изменится. И их призовут к порядку. И куда они побегут? Им некуда бежать. И вот будет вот такой академик где-то трудиться рядом с вором и жуликом, который украл полстраны. И будет ему обидно, что он ни хера ничего не украл. А вот просто выпендривался где-то в парке в Екатеринбургском. И трудится рядом с каким-нибудь Шуваловым. Там с Кайлом. Что-нибудь там во глубине сибирских руд. Но представьте, этот академик будет радоваться. Знаете почему? Потому что других-то академиков повесят. И повесят их спонтанно. Дошувалов сразу не дотянутся. То есть его сразу не смогут повесить. Там какого-нибудь еще корешка. Какого-нибудь козака. Или хрена какого-нибудь путинского. А этих-то они сразу под рукой. Ну-ка иди сюда. И менты, и все остальные будут. Так вот эти главные, они виноваты. Вот эти вот академики. Не понимаю, зачем они это делают. Ну, я понимаю, что они абсолютно слабоумные. Да, ну, как-то кто-то мог разъяснить им этим слабоумным. Я поэтому рекомендую вот тем защитникам. Я знаю, что среди них есть наши слушатели, кто защищает этот парк. Поговорите с этими академиками. Ну, так, втихаря. Кого-то более-менее там что-то в глазах есть такое человеческое. Отзовите, скажите. Поговорите, объясните. Скажите, вам-то это нафига. Ну, копеечку заработаете. Ну, там в академии вашей вас будут очень сильно любить. А дальше-то что? Ну, чтобы они тоже между собой там пообщались. И поняли, что может это кончится очень плачевно. Даже не может, а 100% кончится плачевно. Вот. То есть, кидались, вот, пишут, полными бутылками с водой в граждан, которые парк защищают и так далее. Ну, непотребно себя вели. Задержанных. Среди, я так понимаю, этих академиков никого. Среди защитников достаточно много. И вот пишут везде, что строительство храма началось со стычки. Ну, в России недаром, так скажем, все храмы. Храм на крови. Да, вот они опять хотят очередной храм на крови построить. Ну, что мы можем сказать русской православной церкви? Ну, эти храмы все снесем, конечно. Пусть не обижаются. Вот эти вот всякие храмы, которые построили вместе, вместо парков. Причем снесем за счет самих вот этих попов. Дадим им кайло, монахов этих. И будет у них такая отработка. А куда деваться? Будут они восстанавливать парки? Безусловно. Безусловно, да? Ну, а потом еще будут за счет сборов своих причиненный вред погашать. Я думаю, что мы и так на все религиозные конфессии 50% для муниципалитетов налог введем. Не меньше 50%. 50% с этого будем начинать. То есть, ну, какие-то муниципалитеты могут, где там, например, одни мусульмане живут, не хотят они намечить на свои 50%. Пусть проголосуют, будет меньше. Не вопрос. Это их проблема. Это их вопрос. Но с точки зрения, так сказать, старта, это 50%. Я думаю, что никто не откажется в муниципалитетах. А вот все эти так называемые банкоматы, то есть, все эти, как они там, контейнерные или как они там, модульные эти церкви, конечно, мы посносим. Ничего этого не будет. Говна этого никакого. Причем, я говорю, за их счет будем сносить. Не будем за свой. Зачем? За наш счет строили будем сносить, что ли? Посмотрим, сколько из бюджета денег на это было украдено, и церковь будет расплачиваться. Это я вам говорю как человек православный, да? Абсолютно. То есть, я считаю, что это справедливо. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова